Доброе утро, друзья! Ночью пришлось опять вставать, уже наученный опытом, все сразу закрываемся, задраиваю иллюминатор, как мне уже поправили, учи терминологию, от этого мне кажется, жить мне станет не легче, но лучше, тем более, что лучше бы учить английскую терминологию, а не русскую. Сегодня заключительный день моей чистки, я надеюсь, все это будет не просто так, это все воздастся мне, потому что чистка очень тяжелая, со всеми по-разному разговариваю, кто-то говорит, что надо покупать дорогую не бросай, кто-то говорит, дешевую не бросай, кто-то говорит, тот покупай мариновскую, самую простую, все, не парься, на год хватит, на два потом ее поднял опять почистил, просто шпатрил, опять покрасил и все, и она отлично будет работать. Короче, у каждого по-разному своя тактика, подход, ко всем, естественно, прислушиваюсь, так что сегодня, надеюсь, друзья, мы дочистим, я дочищу и начнем красить, чтобы завтра покрасить еще один слой. Сегодня у меня рис с тунцом и яйцом и, конечно, кофеек будет с печеньками, так что мы кушать, что-нибудь посмотрим, какой-нибудь видосик по тренировке и продолжим дальше. На открывание-закрывание немножко напрягает, почему нельзя так простенько чик-чик сделать, ну понятно, что почему нельзя, потому что вода, агрессивная среда. Так, откроем после дождика. Поеду все уже, а то блин, пока начнешь комментарии отвечать, вот созвонишься с ребятами, много, конечно, советов, большое спасибо, друзья, что поддерживаете меня. Это очень важно, на самом деле. Сейчас поеду, докуплю, надо еще эти зачистные круги и уже после этого начну чистить, работать. Еще надо малярную ленту купить. Вот, знаете, вопрос в том, что купил же я небрастайку, но купил я ее дешевую. Как бы мне и хозяин рекомендовал, а так вообще ребята какие-то говорили. Кто-то, конечно, говорит, надо дорогую покупать небрастайку. Морозов рассказал, что тогда он покупил себе дорогую небрастайку. В принципе, ему на 2-3 года хватило, только начал зарастать, поэтому все может быть. Так, приехали. О, кстати, мне надо вот такие всякие обжимники. Сказали, что желательно, чтобы они были. И крокодилы тоже купить запасные. Потому что клеммы типа тоже уходят, их надо какие-то покупать. Ну, кстати, здесь мариновские акумы будут. Таким бы кругом зачищать было, но вот это, я понимаю, тема была. Кстати, здесь тоже есть эпоксидные смолы и ремкомплекты всякие. Смотрите, велосипеды на скидках, можно приобрести 90-100 баксов. Ну, ни одного складного. Есть какие-то варианты. Вот, например, вот такой простой велосипед за 89 долларов можно взять. Вот классный черплотер, когда рукой может двигать. Это очень классная тема. А еще вот такая штука тоже. Спасатели приезжают при попадании воды. Все, что сенсорное, круто. Смотрите, глубины, все, чик-чик. Эх, тема, тема. Надо себе такую чем-нибудь поменять. Колоночки. Внешний B1 тоже поставить. В общем, я же в прошлый раз купил дешевый антифоллинг. Вот, я такую купил себе. А сейчас я все-таки решил, по наставлению многих опытных яйцменов, сказали, что лучше купи чуть подороже. Есть, например, вот Вест Марин, например, вот такая, знаешь, более там, или вот такая Вест Марин. Сейчас я у него, у чувака это уточню. Послушайте, как я разговариваю с ним, чтобы поржали. Так, я не записал, опять же, разговор, но я вам расскажу вкратце, в чем фишка не обрастает. О, мой мотик. В первую очередь, у него есть содержание процент или меди, или свинца, что отравляет животные, и поэтому они не прилипают. Я сейчас купил краску, которая на один сезон считается, ну, один год. То есть, она всего лишь содержит 23% вот этого вредного вещества. Краски, которые содержат 40%, вот которые я сейчас хочу приобрести, а есть даже 60%, они более дорогие. То, естественно, ее на 2-3 года хватает. Поэтому сейчас мы едем, вернем, заедем, заберем банки, приедем, поменяем, чувак сказал. Я куплю сейчас более дорогую, но которая будет служить 2-3 года. Когда Ленат нас снимать весь щит, а нам надо краску завести, поэтому сейчас возьмем рюкзачок. Тяжелая херня, 8 килограмм получше. Так, сейчас у нас будут, как там эти, тренировки, когда там залазят на лестнице, спускаются по ним, по турникам. Воркаут! А теперь воркаут на мотоцикле. Да, и сиденье раз, а пер на сиденье, и поехал. Погнали! Видите, оксид 25, 25, 25. А вот у этой краски, у него оксид 47, в 2 раза лучше. Друзья, тема, это, короче, на солнечных батареях специальный вентилятор, который ты устанавливаешь, и он накачивает воздух тебе в комнату. Очень классная штука, но, правда, стоит 200 баксов. Ну, как бы, это уже в процессе, пока нам это не надо. Да, ну, очень хорошая вещь. Я покупаю сейчас шпаклевку, все-таки здесь она стоит 22, но здесь очень хорошая скидка, поэтому он, скорее всего, боится баксов 10, не всего лишь. Понимали, кстати, вот такой танк стоит почти 100 баксов, то есть даже если дешево, а, ну ладно, 50, 50 долларов. То есть я с мотором взял за 50 долларов вот такой танк, у меня есть груша, шланг, который тоже денег потянет. Вот, пожалуйста, шланг, у меня он новый стоит, вот такой, 1050 долларов, то есть 100 баксов только. Я сэкономил, то есть два мотора обошелся мне в 200 долларов. Зачетно. Я знаю, что есть такая фишка, как вот буй, то есть вот у тебя веревка, то есть ты вешаешь вот такой буй, может быть это... И, во-первых, видно, люди видят, что у тебя здесь стоит буй, что ты, или ты стоишь на якоре, это говорит о том, что не запутывается, не поставить романа на том же месте. А второй вариант, что в случае, если, например, тебя тащило, или что-то он зацепился, и ты не можешь достать, ты, по крайней мере, или протерлась веревка, ты можешь всегда найти свой будет якорь. Это тоже хорошая идея, мне кажется, сделать вот такое обозначение в виде вот такой маленькой фигни, ну или какой-нибудь другой поплавка, который показывает будет, где находится по якорь. Пусть по такому магазину уже так, я уже, знаешь, уже немножко успокоился про цены, смотришь. Так, это мне надо, это не надо. Так, красочка. Упс, веревочка отрезалась. Сейчас прибежим. Оп. Пусть пока лежит. Здесь красочка. Ну, инструмент мне сейчас понадобится. Так, достаю круги вниз. Так, что нам еще тут? Маска нам пока не надо. Следующая красочка. Сейчас я купил новую такую штучку. Она чуть-чуть поудобнее. Раздирает. Все, видите, приходит с опытом, видите, раз это сдирается, значит, это надо снимать. Вот когда рука поднята, значит, затекает, зараза. После того, как ты зачистил все, ты проходишь, еще смотришь, вот смотрите, видите, есть небольшая трещинка, попробовал, не пошла она. Тут, например, какие-то трещинки, если есть, опять пробуешь еще раз. Очень часто, после того, как ты уже произвел зачистку, некоторые вещи вылазят, и ты видишь, что есть микротрещины, которые, ну, или не микро, ну, трещины. В общем, которые ты, может быть, еще можешь оскорбить, 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 но оскорбить тоже ты можешь. Я здесь уже не раз проходился по этой части вчера, потому что с промежутками, когда уже устал, хоть позицию какую-то поменять, чисто для того, чтобы пройтись, пересмотреть, размять ноги. Самые такие части, которые здесь неприятные, некрасивые, это, о, видите, я как раз захватил ее, и пошла она. Все равно держится хорошо. Опять же, в некоторых местах. Вот мне казалось, что эта сторона самая худшая. Вон, смотрите, видите, скольчики есть такие. В принципе, нормально держится тоже. Вот, и вот так вот проходишься, смотришь, каждый сантиметр, каждый миллиметр. О, может отломаться. Все, потом еще раз машинка, чтобы зубцители нежные были, мягенькие. Ну, опять же, сколько уже беседуешь с людьми, вот это зашплевать надо кусок. Здесь, видите, ремонтная часть была, вот она вся, видно. На мель, возможно, сел или где-то ударился. Вообще, все сказали, что защищать, это такое, конечно, неблагодарное дело. И лучше всего все-таки проходить с шпателем и заново покрывать. Потому что так, конечно, можно очень долго это все снимать, тратить свое время. Видите, здесь вот такие трещинки есть. Тики его знают, как вот они будут вот себя вести. Это может быть трещинки этого самого верхнего слоя. И они просто-напросто не страшные, они все равно будут стираться. То есть суть того, что этой краски в том, что она будет постепенно в любом случае стираться. И не обрастает она из-за того, что насколько она ядовитая. Поэтому надо больше с респиратором. А я что-то, дурак, взял эти маски на разу. Не потому что экономят. А потому что думал, ну как бы, ну, фиксим. А, видите, как снимается. Попросили сделать мне брейк, чтобы им не летела всякая хрень. И они сейчас будут ее на прицепике перевозить. Так, смотрите, прикольно, она всего лишь в трех упорах стоит. Сменили наш кабель немного. Гидравлика, они вот так поднимают чашки эти. Блин, села батарейка в самый неподходящий момент. Как раз водку эту увозили. Хотел вам показать, ну, извините. Все, один огненешник. Немного надо развеяться, а то уже задолбался на тунне. Монотонная работа. Попробую сейчас шланг зафигачить. Мне паду лезть наверх за инструментом. А здесь мы видим, у нас есть дырка. Поэтому мы можем попробовать сейчас урубануть. И поставить вот такую штуку. Так, идем проверим. Работает, держит. У нас есть вода. Вода. Вода, вода. Надо херню пострадать, а то уже надоело. Эта лодка нескончаема. Уже пол пятого. Я приступил к двенадцать. Я не знаю, сколько тут часов надо вообще полноценно работать. И вообще, если полностью снимать, мне кажется, надо было вот так пройтись, что отвалилось, что отвалилось, покрасить и забыть. Эти зачистки, я не знаю, они неблагодарны. Все, сдался на село. Уже есть информация, что Саша в пятницу точно не приедет. Поэтому спускно вряд ли уже будет в пятницу. Так что у нас есть еще время. Ну, не за это уже почти шесть. И не осталось совсем херня. Вот этот кусок. Ну, он такой, как бы, вредный. Вредный кусок, но уже все, болит шея. Тут и херня осталась, на самом деле. Но все равно, то есть, получается, что еще надо пройтись, перепроверить. И у меня, на самом деле, осталось всего лишь на всего пять кругов. Пять кругов на это расстояние. А может сейчас быстро пройтись? Что делать, что делать? Какой же экономный. кто тут где тут кто здорово ну что привет подписчик рассказываю я зовут антон я был в бруклине в нью-йорке вот если у тебя свой катер то есть ты тоже мореплаватель может рассказать ну типа того занимаюсь этим спортом по жизни крутя так что что ты мне привез и скажи так обзора обзор лодки 2 по кругу а и то и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 День подряд замечаю, что у меня есть еще два кросса И я забываю все время посмотреть, что за они То есть я знаю, что они есть, а что за ними? Ни хрена себе Вы видите тросы? Их обжали Обжали тросы И поставили сюда Я подхожу, смотрю, нету здесь троса Здесь два троса, я их вчера видел, что они здесь были Я не знаю, когда это произошло Когда их здесь сделали, поменяли Они здесь поменяли трос Как-то неожиданно Я прямо был не готов Супер! Докладывай, Женя, докладывай Иди за колбасой Поляк колбасы передал Поляк передал колбасы Как можно быть, сука, здесь и не дозвониться, не найти меня Так, друзья В сопровождении Жени Мы идем искать колбасу, которая была от поляка из Союза Я бы вот, я не знаю, ну просто поляк, а то еще же Союза Поэтому так, главное сейчас теперь не рубануться с телефоном Потому что ведем прямо две трансляции Одна запись на рекордер, вторая онлайн Так, мы это справились теперь Следующий этап, дойти и найти Идемте к колбасу Так, поляк, поляк, почему? Вот, смотри, вот сколько я сейчас пройду шагов Чтобы вот ты засекай, сколько времени этого уйдет От того места, где он был, где он спрятал колбасу И до того места, где была моя лодка Онлайн, ребята, трансляции Я потом это ускорю для того, чтобы вы могли оценивать Насколько поляк лениво подошел к этой ситуации Так, так, вот мы идем, идем Записываем Столько батарейка будет списать Может лучше остановиться Потом, кстати, что-то подкапывает Вот, кстати, ты видишь, вот эта яхточка Тебе не видно, да? Темно, темно еще, да? Вот яхту мы сейчас проходим Видишь ее? Она стоит сто семьдесят тысяч долларов Чтобы ты понимал Как он мог не найти? Это вообще, конечно Я только видел, что ты начал с парфелем днище отбирать А у тебя сейчас в реальном времени что? В реальном времени я уже завтра закончу и начну красить Мне кажется, мы пришли вот в это место И вот он, этот зеленый ящик Блин, ты не видишь? Женя, почему ты не видишь? Вот он Похож? Смотри, здесь забор Так, вот здесь он был Сейчас Квест выполнен Ребята, смотрите Реально гречка Поляк молодец Респект, чувак Так, Женя, будешь свидетелем Разных сортов Как так? Поляк, ты был здесь? Как так? Конечно, мужиком Обнимаю Как там любят говорить многие блогеры Все, обнял Там, типа Гречка Блин, двух Трех сортов Ну как так? Трех сортов Смотри Ты видишь это? Вот, смотри Я все с Женей Все Луцкий Луцкий Все Луцкий все со мной Мой психоаналитик В общем Ха-ха-ха Мой психоаналитик Мой психоаналитик Мой психоаналитик Мой психоаналитик Мой психоаналитик Мой психоаналитик